Девчонки, всем привет! Меня зовут Марина и Настенька. Снимаю сегодня влог. Есть у меня кое-какие дела. Решила вам что-нибудь поснимать интересненькое. Сейчас мы с Носеной собираемся в детский салон красоты. Мне надо немножко челочку подстричь. Я вот решила сходить. Потом мы пойдем в магазин Перекресток забирать кое-какую посылку. Я заказала через интернет-магазин. Кто знает, есть такой стол заказов, так называемый e5.ru. В общем, заказываешь на этом сайте вещи. Там вообще все-все-все есть. И забираешь в ближайшем Перекрестке, Пятерочки, в общем, где вам угодно. Очень удобная такая система. Так что мы пойдем туда, потом, наверное, пойдем в детский магазин зайдем, если я не забуду. Также, наверное, я покажу вам сегодня заказ и фраше, который лежит уже, наверное, у меня месяц. Он очень маленький. Я решила не делать на него отдельное видео. Так быстренько покажу. И также, что я купила для Насти на Новый год, если кому интересно. Кто не смотрит мой инстаграм, тоже вам покажу. У нас, кстати, на улице плюс 5. Не знаю, даже не похоже на зиму. Снега вообще нет. И, судя по всему, до Нового года вот такая погода у нас и будет продолжаться. Ну, даже не знаю, хочется уже на санках покататься. Для меня как-то Новый год без снега – это не Новый год. Не знаю, как-то очень я расстроена. Хочется снега, в общем. Ладненько, пошли мы с Настем на магазин. Скажи привет. Привет. Привет и пока. Давай ручку. Как видите, снега у нас нет. Лужи. В общем, погода, конечно, не радует. Девочки там шарики лопают. Громко. И все, девочка у нас. Кстати, у нас тут недели полторы назад был ураган такой. У нас одну елку так вот снесло. В общем, упала одна елочка у нас такая вот большая. Ее, в общем, увезли. Больше не привозили. Ночью, конечно, тут попозже. Попозже тут уже будет сюда гореть красиво. Да? Видите, елочки подойдут? Я тебя поснимаю. Давай, челочка у вас уже длинная. Да, да. Мы у вас в прошлый раз подстригались. Так сразу стесняется. Все смотрели не из одного места, а приехали из разных стран. Попозже у нас уже елки продают. Спросим цену. А у нас цена. В общем, цена какая-то у всех индивидуальная. У каждой елочки своя цена. Ну, минимум тысячи. Хорошая елка. Вот еще елка перепресток. За посылкой. Да, Настемка? Все равно красиво, подстриглась. Пришли мы с Настем из магазина. На самом деле начался такой сильный дождь, ливень, что я даже перехотела идти в детский магазин. Мы еле до дома добежали. Это просто какой-то кошмар. Зимой идет дождь. В общем, получила я свою посылочку. Сейчас, наверное, кое-что вам покажу, что я купила. Остальное я оставлю на кухонный блог. Потому что очень много там всего для кухни я прикупила. Кстати, хотела немножко сказать про... Ой, это я в коридор зашла. Хотела немножко сказать про магазин Перекресток. На самом деле я его терпеть не могу. Мне он не нравится. Во-первых, потому что там цены выше, чем в любых других магазинах. Даже взять там Дикси и так далее. То есть там цены подороже будут. Плюс там очень много просроченного. Что-то у меня тут торчит. То есть, допустим, сейчас я на Стене хотела купить булочку. Обычную какому-то там с творогом. И эти булочки уже лежат там три дня. То есть даже я нашла булочку, которая по сроку годности уже вчера истекла. Она все там лежит на прилавках. Я не первый раз такое замечаю, когда в Перекрестке и в Дикси тоже замечала. Особенно вот булочки, так как мы их очень любим кушать, они реально все лежат там по два, по три, по четыре дня. Уже начинают убирать после того, как они плесенью покроются. Кстати, я один раз в Дикси купила булочку с плесенью. Настя даже успела немножко ее поесть. У меня потом вообще чуть сердце не остановилось, потому что я как представила, что Настя с плесенью там скушала. Это просто фу, тратительно. Это как сумасшедшая хожу. И все, что я покупаю, я смотрю на срок годности. Особенно это молочко, булочки, батон. Беру только все свежее, потому что невозможно. Они вообще не следят, впаривают людям. И я знаю, многие знают такой, наверное, метод, когда, допустим, молоко стоит, и оно уже сыт две недели, да, а сзади, задние ряды, там уже свежее молоко. То есть я все время достаю откуда-то оттуда свежак. Так что, кто не знает, обязательно делайте так. В общем, девчонки, так получилось, что я разобрала посылку, и, оказывается, я купила все для кухни практически, кроме двух книжек. Купила для Настены вот такую книжку, чьи же эти голоса, ну, в общем, пусть читает, учит голоса животных. И также себе вот такую книжку прикупила до встречи с тобой. Вообще не знаю этого писателя, откуда он, что он, вот. Ну, в общем, если понравится, то буду покупать. Вот, в принципе, она достаточно тоненькая, вот. Ну, как бы, я надеюсь, что я все-таки недолго ее буду читать. Вот. У меня вообще-то есть такая проблема. Я, когда читаю книги, я все время засыпаю. Вот. Только поэтому я их не, ну, как бы, не люблю, потому что вот я действительно засыпаю. У меня, что в школе была такая проблема, особенно, когда нам задавали вот такие, там, не знаю, «Войну и мир», когда я пыталась почитать даже в кратком содержании. Ко мне мама приходила через 15 минут, я уже спала. То есть меня начинает рубить по-страшному. Вот. Я не знаю, что такое. Даже самая интересная книга, она меня как-то в сон клонит. Вот. Так что вот такую книжечку я прикупила. До встречи с тобой. Роман. Захватывающий роман, от которого у вас замирает сердце. Нравится книжка? Да. Ну-ка, а это кто такой? Это ингушка. Утка. Утка? А это кто? Горова. Собачка. Птичка. Ихрю. Ухрю-хрю как зовут? Хрюшка? Потому что я купила для Настены на Новый год подарок. Вот такой вот лего. Я еще не открывала, сама не смотрела. Надеюсь, ей понравится. Просто сейчас быстро решила вам показать, пока ее нет, пока она там мультик у меня смотрит. В общем, надеюсь, ей понравится. По отзывам других родителей, вот, я решила прикупить такую штучку. Я вам расскажу о заказе и фроше, который я еще, повторюсь, где-то месяц назад делала. Это вот, значит, вот такие вот, такой вот парфюм, значит, у нас флавер пати, 30 мл. Я покупала свои деньги, то есть это не шел в подарок, этот парфюм. Хотя очень мне хотелось. Так, так, чего-то девчонки не открывается. Вот, достала. Вот так вот выглядит такая красивая упаковочка. Значит, это такой цветочно-фруктовый аромат, сладенький. Тут у нас ноты ванили, миндаля и еще чего-то. Вот, то есть, такой достаточно приятный аромат. Но мне кажется, все-таки, что его надо носить в такое более, наверное, прохладное время года. И, ну, как раз сейчас. И мне кажется, летом он будет чуть-чуть тяжеловат. Вот, в общем, мне он нравится. По стойкости где-то часа три он у меня держится на теле. А на волосах очень-очень долго, по-моему, даже до следующего дня они у меня пахнут этим ароматом. В общем, мне он очень понравился. А, я вот купила вот такую вот масочку. Это какая-то маска, даже не знаю. Не пользовалась я ее яркий цвет лица, пилинг. В общем, крем-маска. Вот, не пробовала. Вот, это все, что я заказала. И в подарок мне шел такой вот BB-крем, в принципе, из-за чего я сделала заказ. Мне очень хотелось попробовать этот BB-крем. А шесть в одном, совершенно кожа. Значит, у нас с экстрактом белого чая и тонирующими пигментами. Светло-бежевый. Вот, вот так вот выглядит упаковочка. Очень удобная. Мне, в принципе, нравится ее вот это все дело откручивать. Тут ничего у меня не грязное. Все хорошо. В поводу качества, да? Мне было очень интересно попробовать его, потому что у меня был как-то пробник. И, в принципе, мне он понравился. Кроме одного, он у меня скатывался при нанесении. В принципе, и в тюбике он такой же. Единственный его минус – это то, что он очень скатывается. То есть, когда вы наносите, получаются такие катышки. Прямо, наверное, из-за чего. Может, там в составе что-то, я не знаю. Но это единственный его минус. Тональный крем очень-очень легкий. То есть, там он практически не тонирует вообще никак. Он отлично выравнивает тон кожи. Допустим, вот у меня есть веснушки, которые меня немного, если честно, бесят. Он хорошо как-то вот выравнивает. И немного веснушки вот так вот их становится не видно, в общем. Вот. Когда первый раз нанесла, я подумала вообще, что это не тональный крем, а какой-то просто увлажняющий крем. Потому что я сначала эффекта вообще никакого не заметила. Но, да, всё-таки он выравнивает тон кожи. По мне, так он идеально подойдёт летом. Вот когда вот вы не хотите сильно краситься, но и хотите как-то более-менее выглядеть, то вот он как раз супер подойдёт. Мне шёл вот такой вот бальзамчик. Я сначала, если честно, когда увидела, что мне идёт подарок, в принципе, я обрадовалась, потому что, ну, бальзаму многого не бывает. И я очень была приятно удивлена, когда я узнала, что он ещё и с оттенком, то есть всё у меня тоже на губах. Вот. Я как раз хотела пойти что-нибудь из Невея купить, вот такой красненький, чтобы вот давал цвет губам. Вот. И тут как раз мне и Фраше прислали. Так, сейчас вам покажу. Вот, видите. Очень красивый оттенок, губки увлажнённые. Как раз вот зимой, мне кажется, круто, когда я наносишь бальзам, ещё плюс цвет, и вообще даже ни о чём думать не надо. Ввела я код там, кто знает, да, то есть можно вводить коды всякие разные. Единственный код, который у меня пробился, это вот этот вот и Фраше гель для душа у нас. Цветок хлопка Индии. Я пока его ещё не открывала, потому что у меня очень много сейчас гелей открыто уже. Только приятный аромат такой, лёгкий. Вот. Вот такой вот у меня гель подарили мне. И что ты там делаешь? Я нанесён. Сильнее, сильнее, не бойся. Не, надо вот так вот открывать. Опа. Ой. Что? Давай маме ещё в глаза залимой. Ну, в общем, девчонки, на этом мы влог свой закончим. Спасибо всем большое за внимание. Он получился такой, наверное, коротенький, да, но чтобы надолго не пропадать, многие пишут, Марина, где влоги? Вот вам, девчонки, маленький, коротенький влог. Мы, кстати, собираемся с мужем на днях ехать всем за подарками, так как нам нужно, в общем, всё покупать всем. И, возможно, я там что-нибудь вам поснимаю, если у меня будет настроение, если у меня будет силу поснимать вам по магазинам, как я буду ходить. Посмотрим. Не могу ничего обещать. Вот. И впереди вас ждёт также два, целых два кухонных влога, девочки, да. Вот. Так что я не пропадаю. Мне просто нужно время всё отредактировать. У меня уже один кухонный влог, наверное, лежит как... Неделю, наверное, ждёт, пока я его отредактирую, но всё у меня какая-то лень непонятная. Вот. Спасибо всем за внимание. Пишите, комментируйте. И всем пока! Пока! Я злая рыбка!